Всем привет, Blender 2.91 и продолжаем именно рассматривать персонажей и риг. Вот в этот раз будет риг именно лягушки и попробуем сделать анимацию, наверное, в двух роликах я это все сделаю. И сделаем анимацию вот этой вот лягушки прыжок. Погнали. Так, тройка на нампаде, единица на нампаде, N панель, включу вам ScreencastKey, чтобы вы видели опять же, что я нажимаю, это вот в этом углу, в левом, погнали. Shift-A, добавляем арматуру Single Bond, теперь делаем Viaport Display, In Front, чтобы ее было спереди видно. Тройка на нампаде и заходим, так, выбираем кость, заходим в Edit Mode, делаем этой косточки R, так, вторая у меня не убирается, делаем R, S английская, и с помощью MOV, чтобы не сбиться, можно вот это дело все сюда подставить и R еще перекрутить. Так, как-то вот так, наверное. Ну вот что-то в таком духе получается, немного к заднице подтянем, но не к ногам, вот на границе вот этой поставим. Так, теперь что у нас, тройка на нампаде и погнали ее вытягивать. Теперь MOV можно отключить, он нам не понадобится. E, здесь можно поменьше косточек, потом, значит, какая тут суть будет. Шею я все-таки сделаю маленькую косточку и E уже уведу на голову. Потому что вот здесь вот, вот эта часть, G, пусть, чтобы ее крутить можно было бы туда-сюда. Так, тройка на нампаде, семерка на нампаде и погнали теперь вытягивать ноги. Значит, вытягиваем E ногу, отсоединяем эту кость Alt-P, Clear Parent, значит, G подставляем вот сюда, отмечаем, чтобы четко колено было отмечено. Теперь, значит, E тянем еще одну косточку и E тянем еще одну. И одну уводим короткую вот сюда. Это будет уже делаться пальцем. Теперь все это дело нужно подсадить G вот сюда. Это все дело выбираем и подсаживаем вот сюда. Ну, а это подкручиваем по ноге. Смотрим, чтобы ничего не сбилось. G поправляем. Теперь что? Вытаскиваем вот из этой косточки E еще одну. Мы ей будем управлять. Alt-P, Clear Parent, отсоединяем ее. И вот давайте раскидаем пальцы. Так, семерка на нампаде. Вот так даже удобней. И от этой косточки, значит, E сюда кость, еще одну кость сюда. И погнали все по прошлым роликам. Подставляем, подставляем. И еще одну косточку E сюда и E сюда. Смотрим. Так, теперь нужно их, вот эти косточки, поставить четко в пальцы. Вот таким вот образом. Так, ну, эти попали. Это хорошо. Вот так подправить чуть-чуть. Все зашибись. Теперь поделим их не на три, а на две давайте кости. Это значит правая кнопка мыши, сабдивизии. Косточка, сабдивизии, правая кнопка мыши, сабдивизии. Так, это я уже два раза поделил. Выделяем вот эту кость, сабдивизион. И вот эту сабдивизион. Вот по две кости. Сразу связываем вот эту косточку с этой косточкой. Ctrl-P, Keep Offset. Ну, с этим делом, в принципе, закончили. Вот эту косточку связываем с позвонком. Ctrl-P, Keep Offset. И давайте, что делать, моделировать. Дальше. Единица на нампаде. Е. Вытаскиваем еще одну кость. Так, Alt-P. Alt-P, Clear Parent. Теперь делаем G. Вот здесь будет чуть-чуть, как бы, посложнее, наверное. Косточка перекрутилась, значит, Delete, Bon. Семерка на нампаде. Опять убираем какую-нибудь косточку, чтобы поближе вам видно было. И еще раз вытаскиваем кость только ровно. Alt-P, Clear Parent. Единица на нампаде. Делаем R. Делаем G. Подставляем ее вот сюда. И ловим, в какой момент? Не голову, а ловим вот эту часть. Вот вниз. Здесь у нее грудина идет. И вот эта грудина пусть и движет вот этой лапой. Чтобы голова меньше двигалась. Так, теперь что? Е. Вытягиваем еще одну косточку. Е. Вытягиваем маленькую косточку. Вот эту. И отсюда тоже. Е. Вот так кость вытянем. Так, G подкорректируем. Alt-P, Clear Parent. Так, здесь рука у нас уже типа в позе. Значит, что будем делать? R чуть-чуть перекрутим. G. Подправим. Еще сюда G. Ну и вот так вот, в таком духе поставим. Теперь, значит, E. Сюда тоже E. И вот сюда E. E, E, E. E, E, E. E, E, E. Так, вот так вот сюда подставляем. Сюда подставляем. И сюда подставляем. Смотрим, как они легли. А вот никак они не легли. Потому что здесь нужно все их выбрать. И R перекрутить. И G подставить. Так, теперь что? Ну а теперь надо провести корректировку. Так. Так, ну а этот палец попал. Он попал. Так, это сюда. Смотрим. Со всех ракурсов, чтобы было все четко. Так, теперь вот сюда. Кости не вылазит. Все зашибись. Теперь G чуть-чуть можно приподнять. Так, так, так. И вот эту чуть-чуть перекрутить и увести палец. Так, здесь палец тоже. Семерка на нампаде. Так будет поточнее. Выбираем кость. Правая кнопка мыши. И сабдевадим. Так, так, так. Теперь вот эту косточку связываем с позвонком, а не с головой. Ctrl-P. Так. Ctrl-P. Keep Offset. И что нам еще понадобится? Вы видите, что большой живот. Здесь тоже рот будет пригибаться. Значит, нужно вот эту косточку Shift-D продублировать. Оставить на низ. R перекрутить. S уменьшить. Это пусть будет вроде как прелесть. Ctrl-P. Keep Offset. Ну, рот, который не открывается. Теперь, что делаем. Тройка на нампаде. E. Вытаскиваем косточку. Alt-P. Clear Parent. S. Уменьшаем. G. Опускаем где-то вот сюда. Так. Можно немножко перекрутить. И G где-то вот здесь вот установить. Так, так, так. Теперь Shift-D опускаем вот сюда косточку. Делаем R. Shift-D. Вот сюда переводим косточку. И Shift-D. Можно вот здесь поставить. S. R. Перекрутить. И вот так чуть-чуть пониже поставить. Выбираем через Shift все вот эти косточки. И вяжем опять по звонку. Ctrl-P. Hipposet. Так, что еще можно сделать? У нас еще вот здесь вот есть вот такая выпуклась. Посмотрим, как она себя поведет. Если она будет ломаться, зайдем и скопируем все вот эти косточки. Вот эти. Так, давайте вот что еще сделаем. А, здесь челюсть держит. Не должна уйти. Так, вот эту часть еще. G. Чуть-чуть пониже опустить. Вот так вот. И колено четко поймать. Вот так. Ну, в принципе, все. Так, теперь. Единицы на нампаде. И вот это все дело выбираем. Смотрим, чтобы все косточки выбрались. Чтобы все было выбрано. Тогда будет копирование нормально. Так, единицы на нампаде. Делаем Shift D. Щелчок. Правая кнопка мыши. Mirror X Global. Теперь можно MOV. И с помощью MOV. Подставляем на эту сторону. Вот так как-то. Проверяем. Смотрим. Вроде все нормально. Заходим в Object Mode. Теперь сохраняем обязательно этот проект. Вдруг что-то пойдет не так. Так, так, так. И теперь выбираем кости. А, персонажа. Теперь кости. Ctrl Shift C. Не катит. Ctrl P. Увы, это автоматик виджет сбился. Пардонте. Делаем привязку. Все нормально. Заходим. Теперь выбираем кости только. И заходим в Post Mode. Ну, а здесь в Post Mode уже, как и в прошлый раз, Человеки, Собак. Вяжем таким же образом. Вот эту кость. И вот эту. Выбираем через Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Выбираем настройку кости. И ставим влияние. Ну, давайте на две кости. Так, смотрим. Проверяем. Не понял. Юмора. Заходим в Edit Mode. Вот, выбираем вот эту косточку. И вот эту. Вот эту. И через Shift вот эту. Ctrl P. Keep Offset. И вот эту тоже. Ctrl P. Keep Offset. Так, это вроде повязано. Ctrl P. Да, эти повязаны. Так, так, так. И заходим опять в Post Mode. Проверяем теперь G. Не понял. Опять юмора. Пардонте, опять. От склероза меня. Alt P. Clear Parent. И вот эту. Alt P. Clear Parent. Ну, и опять же повяжем. Ctrl P. Вязаные. Вязаные. Все нормально. Post Mode. Проверяем G. О, лапа засуетилась. Ctrl Z. Настраиваем теперь задние лапы. Вот эту косточку и вот эту вот. Выбираем. А лучше, наверное, попробовать вот эту. И вот эту. Ctrl P. Так. Ctrl Shift. Shift C. Inverse Kinematic. Ctrl Z. Значит, выбираем вот так вот. Так. Сначала вот эту кость. Вот эту. И вот эту. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Влияние на две кости. Смотрим, что получится. Такая штукенция тоже не работает. Ctrl Z. Отключим. И делаем по старинке тогда. Вот эту и вот эту. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. На три кости. Смотрим. G. Все нормально. Заработало. Пойдет. Ctrl Z. Ну и вот эту тоже тогда вот так. Выбираем вот эту кость через Shift. Вот эту. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. На три косточки. Все это дело ставим. Работает. И вот эту косточку вот с этой. Ctrl Shift C. Inverse Kinematic. Тут на две кости. Так. Если мы на три поставим. У нас и башка будет работать сильно тогда. Крутится. Так. Так. Ну давайте проверим. Теперь вот эту косточку. Значит. G. Ну все работает. Ctrl Z. Так. Что еще можно этим поставить? Значит. Если мы будем вот так вот G вертеть. R крутить. Идет ломка. Ctrl Z. Это не хорошо. И тогда давайте передний настроим вот так вот. Inverse Kinematic через Shift. Вот эту косточку. Ctrl Shift C. Опять же. Copy Location. И теперь выбираем вот эту косточку. И вот эту. Ctrl Shift C. Copy Transformation. И ставим Owner. Local Space. Так. Эту уменьшаем. И вот эту тоже уменьшаем. Так. G. Так. Сейчас надо еще веса поднастраивать. Так. Что-то как-то нахреновасто работает тут эта шпукенка. Что-то дергается в уши. Это что тут такое? Так. Ладно. Давайте отключим. Значит. Это дело тут не подходит. Будем работать по старинке. Значит. Так. Это единица на лампаде. Ctrl Z. Ctrl Z. Чтобы лапа стала назад. Кто-то да и башка тянется. Так. Ну все. Вроде пойдет. Вот такая простая настройка. Для прыжка вроде будет хорошо. Так. Теперь проверяем голову. R. Голова крутится. Вытягивается. Ctrl Z. Хорошо. Позвоночник. R. Работает. Ctrl Z. Ну а здесь можете констрейны поставить для себя. Если вам они понадобятся. Допустим. Как я раньше показывал. Куб. Допустим. Мы здесь на таз ставим там сферу. Куб. На голову. Там какой-нибудь этот. Ну значок. Или как он называется. Констрейн. Так. Ладно. Вот такая штука. Еще что. Давайте голову поднастроим. Выберем кости. Выберем через шифт персонажа. Зайдем в рисование веса. Через шифт выберем вот эту вот голову. Теперь выждет левел. Включим левел. И вверху вот так вот. Добавим красненького цвета. Вот так. Чтобы голова. Меньше двигалась вот с этой лапой. Проверяем. Object Mode. Выбираем только косточки. Post Mode. G. Ну вот уже. Меньше у нее влияние. Но глаз все равно тянется. Так. Давайте тогда еще Ctrl Z. Еще раз. Добавим побольше красного цвета. Так. Добавим левел опять. И попробуем. Так. А левел у нас на пределе. И вот здесь вот где красное. Вы видите что косточка зеленая. Больше ставить нельзя. Потому что Можно вот только подрисовать. Так. Вот здесь вот. Челюсть можно подкрасить. Чтоб она меньше двигалась. Вот так. И конечно же глаз. И конечно же глаз. Вот эту часть. Ну все. Как-то так. Проверяем. Так. Теперь опять. Обжиг мод. Выбираем косточки. Посмотр. Немножко тут двигается. Тут же вот. Так. Что тут живое какое-то. ctrl z ctrl z. ctrl z. Ну еще немножко порисуем. Весами значит. рисуем веса и красным цветом тогда давайте вот тут еще вот эту часть делаем так ну что-то в таком духе на получается так мы нужно немножко грудинки тут так вот по закрасить вот так так теперь выбираем вот эту часть немножко здесь у добавим вот эту полосу чтоб она меньше тут двигалась тоже конечно это я зря наверное сделал потому что у нас может сейчас не работать таз ничем если что вернем назад выбираем косточку таза g r все работает нормально control z так теперь получается r g подтягиваем лапу r ее перекручиваем вот так получается ну это уже в следующем ролике тогда постановка в хозу и прыжок будет все всем пока до свидания